Наряду с проектом по созданию медицинских классов в школах Белгородской области продолжают реализацию программы ранней профориентации детей. Поддержку в этом оказывает фонд поколения депутата Государственной Думы Андрея Скоча. Знакомят ребят с профессией врача и элементарными правилами по уходу за здоровьем с помощью игрового оборудования. На сей раз комплекты получили сразу три детских сада Красногвардейского района. Татьяна Куликова продолжит. Когда я вырасту, я стану нервнопатологом. И пусть эти ребята пока не умеют выговаривать сложные слова, но уже точно знают, кем хотят стать. С помощью игры малыши изучают организм человека, учатся следить за здоровьем, знакомятся с профессией врача. Мы можем конкретно достать глаз, показать в разрезе сердце, стоматолога поиграть. Детям это очень важно, очень интересно. В нашей группе конкретно четыре ребенка, родители врачи. И им вообще как никому интересно использовать оборудование на практике. И уже есть мысли династии. Педагоги уверены, такие занятия помогают раскрыть потенциал ребенка. В детстве проще учить иностранные языки, знакомиться с искусством. Безусловно, получится и освоить АЗ Анатомии. Игры с качественными наглядными пособиями – большой вклад в будущее региона, уверены в фонде поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. Для нас эта программа крайне важна, потому что мы понимаем, что сегодня все, что делается на перспективу, это будущие наши врачи, будущий наш средний медицинский персонал. Мы это рассматриваем как один из серьезных образовательных проектов, потому что это вложение в будущее, формирование нового поколения. Проект ранней профориентации в области реализуют наряду с программой по созданию медицинских классов в школах. Всего комплекты такого игрового оборудования благодаря фонду уже получили два десятка детских садов в пяти муниципалитетах. И эту работу продолжают. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория.